Замок Нульфаги Замок Шендунгент Замок в горах в Ровгаре Ух Рок-юникорн Замок в горах Ты же там был, да? Ну я был-то давно Давайте сейчас посмотрим Драгон Тейл В Ровгареан Монтэнс Шендунгент Трэвис говорит, советую тыкать на все фахелы, которые будут попадаться в шедунгенте. Спасибо. Так, теперь нужно написать shut up, и мы проходим. Помните, какой мы путь делали, как в Италии в первый раз, когда здесь ходили? А второй раз все попроще. Вы что вообще, атаковать не хотите, не? Ну, какие прикольные ребята. Теперь, что делать здесь? Так. Здесь первым делом нам нужно, как сказали, игнорировать нольфагу. И направиться к... ...двери на противоположной стороне. Хорошо, выходим оттуда. Так, тебе что-то надо от меня, нет? Я не понимаю, она типа атаковать меня собирается или нет. Что это за трэш вообще? Окей. Как бы ничего не имею против, против того, чтобы убить их. Можно поговорить с нольфагой, она дарит тебе порции бреда. Всегда мечтал об этом. Серьезно. О, от ранах. Полегче. Огненный. Так. Мы находим комнату, в которой есть три рычага. Так. 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 Ну, понятно, нам просто нужно пройти здесь, особо не напрягаясь. Вот так вот. Здесь кто-то у нас от ранахи самнется. А еще у нас есть золотишко. То, что справа-то бы тебя не заметил. Да, вот эти вот странные ребята-сорсереры, которые были справа, слева, где-то еще... Они были реально какие-то потерянные. Так, проходим прямо по центру. Поднимаемся сюда. Дворский топорик. И, по-моему, сюда. Или нет? Ничего не понимаю. Я потерялся. Здесь слишком много развилок. Вы смотрите. Направо-налево. Налево-направо. Что-то лот вообще годного нет. Странно, говорит Манзес. Да, согласен. И это с учетом того, что у меня лак вроде бы даже 60. То есть он в минуса не загнан. А-а-а. Понятно. То есть вот на этом месте, без нас типа развилка, нужно повернуть направо-налево. То есть лево-справо еще перепутал. Молодец, Зайс. Я думал, я его убил. Еще труп. Думаю, где труп? Почему его нету? Так. Теперь, стоя вот в этом направлении, нам нужно здесь повернуть сюда. Пройти вверх до... Серьезно? Я вроде правильно шел. Эй. Ктаны. 22 левел с луком, 100. Доспехи очень редко кидает, говорит, Манжестия. Это просто игра жадная. Разработчики были жадные. Нужно было просто дорогу спросить, а ты всех в капусту. Возможно, я не прав. Дергай факел. Не тот факел явно. О, я открылся проход. Супер, спасибо. Трэвис Биске. Билл. Трэвис. Вообще, молодец. Столько подсказок дал. Без которого я определённого тупил здесь очень-очень долго. Это кто такой? Чё-то они не хотят рассказывать мне дорогу. Вместо этого они пытаются ударить меня. Знаете, вот из этого факела этот квест просто ад. Да, согласен. Ну, представьте себе. Ходите, выходите. Ищите там уже час, два, три, десять. Рок нашли. Вот. И не знаете, что делать. Некому подсказать. А вы играете. Напомню, в 96-м году. Когда интернет только-только-только появляться начал. Большинство его не было. Игры исключительно на дисках и даже дискетах распространялись. Ох, вот времена были, да? И вы в такие времена сидите такой в одиночечку думаете, а что это делать вообще? 99% людей не догадываются. Да, самое время телепортироваться. Немножко отдохну, чтобы восстановить себе стамину. Ты дополнение для Белошока Инфинита проходил? Нет, не проходил. Погребенные под морем, вот эти все две штуки. Нет, не видел. Надо как-нибудь пройти будет. Потому что они вроде короткие. Так, рекол. И телепорт. О, вы преуспели в самом опасном Десс-мастере. Но еще много подобных путей ждет вас. Тем, что вы принесли мне рог, вы помогли снять проклятие королевы, которое было наложено на мою башню. Я надеюсь, что могу рассчитывать на вас и в будущем. А сейчас возьмите это... Вот эту саблю в качестве вашей награды. Адамантиновая сабля. 9.18. Наложено бы каким-то непонятным эффектом. Адамантиновая. Адамантин это хорошо. В 96-м году, наверное, 96... А, 90% людей бросало игру. Лич полегче. Так, понятно. Я тут рассуждаю, мне лич пытается бэкстебнуть. Так. 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 Существует леча на обис, говорят, так сказать. Я по нему не попадаю. О, нет. Что же делать? Господа, я не попадаю в плечи вообще. Айс. А вот он по мне заразан. Только так. Только в путь. Стоп, а я ничто не сэйлс? Окей. Саблю возьми же. Да, надо было саблю попробовать. Что ты делаешь? Оставил бедную женщину на растерзании монстра. Да, конечно. А зачем сам, бля, девушку убери? Ну-ну. Так, ладно. Что-то у нас с вагонеткой. Все поушины взяты. Окей. Прекрасно. Шэдонгент. Хотите ли отправиться? Да мечтаю. Всю жизнь только об этом и думаю. Вот так вот вас будет карать до гейрхол за то, что вы не сэйвитесь. Shut up. Чувака клинит. Пока клинит, мы его бэкстебаем и лутаем, конечно же. На этот раз тоже не сохраняясь, рекомендую. Да я тоже так думаю. Вообще отлично зашло. Вы заметьте. Не засырался и сколько сразу веселья, а? Вот это какие-то квесты, какие-то лечи. Да кого это волнует, когда можно просто тупо не засыраться? Так это куда-то не туда. Ну вот я уже потерялся. Решил, думаю, такой даэс. Да ты же уже проходил здесь. Да ты все сделаешь. Ты классный. Ага. Баттл Мак. До свидания. Это что у нас? Это железный бродсворд. Железный. Рерольс после каждой смерти. Да, конечно. Так, сейвушки делаем. Специальный стич сейв. Готовимся. Ну это, конечно, не стич сейв. Потому что он у меня не один единственный. Ой, извиняюсь за то, что камеру зернуло. Так. Теперь нужно вот этот факел подвинуть. Фух. На последних карполях просто, можно сказать, на последних хитпоинтах. Рог Единорога лежит прямо в постельке. Она что с ним обнимается? Это личная, наверное, комната той самой Нульфаги, которая здесь чахнет над золотом и обнимается с Рогом Единорога. Ну вы догадываетесь, что она с ним делает. Вы же... Ну вы же современные мальчики и девочки. Да, понимается. Ну так и я о том же. Теперь нужно нам немножко отдохнуть. В кругом враги. Ты игрушка, да? Любимая игрушка на ночь. Интересно. Да, если сможет выйти из башни Дарини. Если телепортнется туда. Рычки же на другой стороне. Смогу, да? Я уверен. Перед этим сохраняемся. Наш 101 сейф. Теперь. Теперь, теперь, теперь. Где у нас наш кинжал обонитовый? Доставай его, давай. Опа. Оп. Чё-то не донажил. Оп. Оп. Ища плачи. Есть. Удар. Удар, ещё удар. Я застрял. Ладно, я застрял. Вот, нет, я не застрял. Кайтим, кайтим, кайтим. Давайте. Помните, как бихолдера? В бихолдер кайтеля. Не такая тела, к сожалению, не получается. Игра статичная. И когда ты останавливаешься на месте, молчишь непонятно. То ли ты сам встал, то ли у меня стрим рухнул. Говорит Ван Зесс. Ах, ну музыка же на фоне идёт какая-то. Какая-никакая, но всё же она есть. Правильно? Сыримся. Ещё раз. Уже вот так вот с кинжалом в руке сразу же. Наготове. Что у нас есть? Хамелеон, слов, волинг, тренинг, мистицизм. А хамелеон, интересно, поможет? Как думаете. Опа. Кто там говорил про то, что личи должны убивать себя сами? Да, это работает. Всё, лишь пара сейвов и готово. Нижняя дайдра видит инвиз. Не поможет, только стелс. Ясно. В общем, ты саблю не возьмёшь, это же длинные клинки. А, сейчас не шаблю. Сейчас какой-то рандомный другой предмет даст. Так. А, нет, саблю. Смотрите, а. Адамантевая сабля. Против Гирфолл весь смертей, наверное, самый портный челлендж. Не обязательно. Я уверен, вы не видели спидраны. Спидраны по Гирфоллу заканчиваются за 20 минут. Так. Перед тем, как отсюда уходить, конечно же, нужно поставить метку ещё одну. Меняемся на другой меч. Ты такой страшный, говорит Тривис, что при виде тебя лич кончает жизнь своим бистолом. Ну да, у них массовый суицид просто. А, я не могу сюда попасть вообще никуда. Отсюда. Всё закрыто. Никакие факелы не помогают. Чё делать, катаны вообще? Вот я пометку возврат использовал. Дальше что? Кто-то мне советовал использовать пометку и возврат. Ага, конечно. Замуровали демоны. Спидран вообще больные люди. А, спидранеры больные люди. Да ладно, мазес. Нормальные люди ещё. Просто такой вот вид спорта, считай. До сих пор не дойдёт, как можно было придумать спидран муры. Но, да за 13 минут там человек проходит, по-моему. А, нет, за 3 минуты там. Там какие-то рекорды вообще совершенно сумасшедшие на муровинт. В общем, пока вы пишите... А, может, попробовать на гибеллен нажать. Я пробовал, да. Не работает. Есть ещё к гибеллен. Есть ещё один. И вот тут тоже. Пощёлкаем, давайте. На счастье. Разговаривать заразу не хочет. Она проклятие с башни сняла, но... Нам это не помогает. Это ГГ, заруинал стрим, иди балуйся рогом с девушкой. Да там не девушка, там бабушка. А, ну да. Чего ты, блин? Так. Теперь магия. Опа. И где мы находимся? У выхода. Не спрашивайте меня, как я это сделал. Там, в счастье, уже писали. Маджести напомнил мне об этом Трикси. Читер. Да, я читер. Как бы, а что, что-то плохое, что ли? Как будто никто никогда из вас не пользовался читами. Вообще, ни разу в жизни. Эх вы. Это нечестно. Зато это удобно. Игра настолько нечестна по отношению ко мне, что, наверное, так немножко над ней, вот, чуть-чуть самхлевать. Это норма. Это то, что просто обязательно нужно сделать. Только не двигайся после загрузки. Да нет, я все нормально, правильно сделал. Так, ладно, вышли мы тут на поверхность. Находимся перед замком. Теперь, что нам делать. Наверное, нужно прочитать, какой там следующий квест. Ха-ха. Итак, далее. Нам после того, как мы получили рок, необходимо будет, видимо, следующий ливел получить. Девятый. Ну, я сейчас попробую заняться тем, чтобы зафармить девятый ливел. Перед тем, как это делать, давайте посмотрим, долго ли нам осталось. Это не то. Сейчас я переключу на картинку быстренько. Это не то вообще. Вот. Вот так вот лучше, согласитесь. Больше похоже на тот стрим, который идет сейчас. Грозма говорит, я забыл про закрывающиеся двери. Хотел как лучше. Да я понимаю. Да, я понимаю тебя. Я тоже хотел, чтобы меньше страданий было. И вот этот вариант с возвратом через комбинацию волшебных клавиш, он, по-моему, очень даже хорош. Репутацию-то скоро будешь поднимать с темного братства. Не знаю, может быть, не буду. У нас уже заканчивается, скоро игра должна. Там осталось квестов-то, по сути, на полтора-два стрима где-то. Так. Давайте. Я найду программу, которая позволяет открывать сейвы и покажу, сколько у нас осталось за следующий уровень. После этого мы займемся прокачкой этого самого уровня. Привет, Хруст. Говорит, немного я опоздал. Что случилось? Почему ты в плане Обливиона? Все очень просто, потому что меня проклили. Сейв 103, да? Открываем. У нас остался один-единственный подъем любого навыка, который относится к тем, которые повышают уровень. И мы получим левилап тут же. Что нам нужно сделать? Я сохранил сейчас только что. Я сейчас попробую закастовать кое-что. Например, какие у нас есть навыки. Лонгблейд, критикал страйк и доджинг вряд ли я сейчас смогу поднять быстро. Но я могу быстро поднять мистицизм, ресторейшн или томатургию. Здесь учитывается два самых высоких навыка. То есть как бы ресторейшн сейчас поднимать, ну, может иметь смысл какой-то. Но это не сильно поможет, потому что его надо много поднять. Томатургию или мистицизм я буду поднимать. Я томатургию буду поднимать до 50. Потому что это, во-первых, даст нам более дешевую левитацию. А левитация это одно из самых часто используемых заклинаний. Далее. 50 навыков хотя бы в одной школе даст нам новый ранг в гильзии магов. А рангов там много. Надо потихонечку добираться до самого высокого, чтобы иметь, во-первых, телепортацию и самондоедры. Чё-то фастом-то даггер прошёл. Да нет, ещё не фастом. Давайте. Так. Костанём, наверное, на томатургию немножко чего-нибудь. Не только стонул, но бывает. Пытаемся отдохнуть. Посмотрим, томатургию у нас левелапнет или нет нас. Жуткие звуки какие-то от замка раздаёт. Там какое-то страшное колдунство, видимо, творится. Нет, не помогает нам поднять томатургию. Засейвим игру ещё раз. Так, сто третий сейв будет. Тоже. Кто проклял-то? Разработчики Дырефола, они сами же и прокляли. Там кто-то бежит к нам. По-моему, это Верри Вольфович какой-то. Всё, до свидания. Отдыхай. Не помогает. Нужно ещё томатурги накастовать. О боже, это анимация кастов. Fire Show, говорит, вон зас. Ну да. Настоящее Fire Show. Здоров. Жив. Сейвлес ещё раз. Вот это просто убийственный звук. Я извиняюсь, конечно, что на стриме такая жесть происходит. Это решательно. Но что поделаешь. У нас базовое здоровье было на предыдущем уровне 193. Если добавить 25, то считайте 118. То есть мы меньше 118 здоровья не соглашаемся получать. И к навыкам мы получаем... Не к навыкам, а к нашим атрибутам мы получаем от 4 до 6 поинтов. 4 это очень мало. Поэтому я, наверное, загружусь. Отправлюсь в какой-нибудь город. Даже не знаю, в какой. Ладно, просто тут немножко отдохнём. Ещё кто-то рядом. Да где вы? Что у нас так много-то? Откуда они только берутся? Опять враги рядом. Нельзя ничего делать. В следующий раз Мидора сама тебе письмо отправит. Персонаж должен быть не менее 10 уровня, говорит Трэвис. Десятого. Так, а я сейчас посмотрю требования по уровням. Я помню, там какие-то квесты требовали 9 уровень. А может 10, кстати, да. Может это просто побочные квесты, они не особо мне нужны. 213, а нужно 218. И силы всего 5. Ну и не силы, а просто атрибутов. Так. Значит, загрузимся ещё разок. Вот это я делаю между стримами. Серьёзно. Так увлекательно вы бы знали. 211.4. Тоже очень мало. Вот почему они в Даггерфоле сделали рандомное поднятие здоровья и атрибутов? Это же очень раздражает. Серьёзно. Это настолько неправильно. Насколько только может быть. Хруст говорит, я, видимо, данж пропустил. Не увидел самое главное. Может быть. Давайте в Даггерфоле зайдём, что ли. Где он там, кстати говоря. Всё равно враги. Ну и здесь хотя бы убить их можно. Не. Невозможно. Даггерфол. Он самый. 218. Есть же ж. Но 4 стрэнджи. Ну. Не стрэнджи я, конечно, буду, скорее всего, распределять либо в Вилл Павер. Пятёрочку. И в Азин Вагилу. Да, скорее всего, так и буду. Поэтому ещё раз загрузочка, господа. Манчкинство самым худшим его проявлением. Почему ты это на своём корабле не делаешь? Там никто не отвлекает? Нет, у меня своего корабля нету. Талматургия увеличена, но я не получил. Левелапа. Что? Прокачай удачу и скорость. Не, на самом деле удача не особо нужна. А вот скорость, да, хороший параметр, безусловно. Но нам ещё спеллсейв нужен. Безусловно. С учётом количества лечей, архи-лечей и прочей дряни, это крайне важно. Купи не такой же дорогой. Сто тысяч. У меня нет таких денег, я помню. 216. Пожертвовать двумя очками здоровья и наконец-таки перестать вас мучить или продолжить опять ролить характеристики? Вот в чём вопрос. Господа, напишите, пожалуйста, в чат, хотите ли вы дальше видеть, как я пытаюсь идеальные левела получить, или вам уже это задолбало? И два очка здоровья как бы, ну нафиг их. Сокольничий говорит, роль, продолжай, пишет ХК-47. Продолжай, нафиг два очка. О, первый, кто пишет, нафиг два очка. Мне всё равно, давай руби врагов, говорит енот. Два человека против уже. Здоровья не нужно, Шикс, тоже третий присоединяется. Два очка здоровья нужно, продолжай, пишет роль. Пожалей нас, читери. Ладно. Продолжаем. Эта музыка, она шикарная, согласитесь. Она же просто, это офигительная музыка, которая заставляет вас чувствовать в каком-то благбастере натуральном. 208. На 10 меньше. Самый минимум выпал у нас. Давайте я музыку хотя бы поменьше сделаю. Ух, заметно лучше. 214.4, маловато. У кого-то уже бомбит. Да, у меня тоже скоро бомбить начнёт. Я, наверное, засырюсь ещё раз на это же место, чтобы звук был нормальным. Чтоб каждый раз, когда я загружаюсь, не было вот этого вот музла. Музыка так гудит, так гудит, так славно гудит, говорит, уфлейм. Ну да, музыка просто... Ну на удачу, забили ликантропа. Надеюсь, в этот раз попрёт. 214. Фигня, в общем, полная. Ты не пробовал запускать ту версию с Вики? А, нет, не пробовал. Нет, точнее говоря, я пробовал ставить на другом компьютере и запускать. На ноутбуке, на работе, которая у меня есть, вот, на нём запускал. Так. Ну как бы чё? Там нужно выбирать самому, какие ставить из дополнений. Исправляющих баги. О, супер. Я думаю, даже засывлюсь. Враги кругом. Кругом враги. Что это было? Я убил... Кастера и получил левелап от убийства кастера? Как это возможно? Даггерфол. О, да. Надо было просто писать вам всем, что... Дай, сбросай ты в печь это все манчкинство и давай нормально проходи. 216-6. Та же самая ситуация. Два очка не хватает, и я в этот раз забью. Один вагилу, пять ввел павер. Чтобы у нас плюс четыре был сейв против маги. Там все просто с установкой, но мне было лень смотреть, какие ставить, какие ставить, какие нет. Я лучше, если задумаюсь об этом, вручную поставлю все. Не знаю, конечно, в чем смысл ставить вручную и настраивать, но... Теперь готово. Теперь готово. Вот таким вот теперь моим персонажем продолжим. Бросай все в печь. Да, я бросил уже. Теперь нужно куда-то отправиться, чтобы вот это у не слышать. Оно просто ужасное. Где мы сейчас находимся? Где-то очень далеко. Давайте вот до Гирфола отправимся. Где-то очень далеко. Где-то очень далеко. Почему-то он временами заедает. О, нормально. Количество циклов понизил. Странно, работает очень левитация, глючит. Скорость понизила. Я понижаю, как раз не помогает. Есть. 90-ая, верно. Вот как раз преддаймер. Почему я не хочу стать веприм-оборотнем? Да потому что я уже пробовал как-то становиться оборотнем. Скорее, мне не понравилось. А в Даггерфоле даже не знаю, в чем прелесть этого. Я скажу честно, я даже не читал. Какие бонусы, минусы у того, чтобы быть лекантропом. Попробую побегать, все равно в той версии у меня таких проблем нет. Гритмажестия. Я уже скоро закончу. Ну да, попробуй, конечно же. Закончу в смысле стримы под Даггерфолом. А вы, глядя, уже финал будет. Я его предвижу, предвкушаю. Но перед тем, как заканчивать, давайте посмотрим, что нам дальше по квестам требуется сделать. Так. Открываем дерево квестов. И сейчас я вам покажу. Так, стоп, 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 стоп. Видно, вроде бы, всем, да? То есть теперь, после того, как мы выполнили вот эти два квеста... Dust of Restful Death. А вот этот мы не выполняли. Нет, вот этот квест, который нам нужно получить... Мы должны достичь десятого уровня. После того, как я освободил Мендору... Мендору, точнее говоря. Я получаю видение от... Благодарного волшебника. И дальше там прохождение. То есть нам нужен десятый уровень. Да это же... Ядрить, да ядрить. Нужно прокачивать долго и нудно уровень. Еще с девятого до десятый. Я думаю, зрители не готовы на это совершенно смотреть. И я бы, честно говоря, на вашем месте тоже бы не стал бы смотреть, как человек долго и нудно прокачивает там навыки. Пытается прокликивать заклинания. Входит в рандомные данжи. За тем, чтобы просто помахать мечом. Лирс, говорит, готовы. Ну, ты один такой. А я думаю, большого количества людей не найдется. Поэтому я вместо того, чтобы все это делать на стриме, я прокачаю десятый уровень вне стрима. И в следующий раз, когда мы с вами увидимся, тогда обязательно мы пройдем следующие квесты. Выполним задания, которые будут все ближе нас. Подтягивать к финалу, к развязке. Ну, а на сегодня я закончу. Спасибо, что смотрели мой стрим. Подписывайтесь на канал на YouTube. Там есть вводы всем. То есть, если вы хотите посмотреть прохождение других олдскульных игр или начало этих стримов, там все выложено. И будут выложены вводы этого стрима тоже в ближайшее время. Завтра, скорее всего, начну укладывать. Во Вконтакте есть страничка, подписавшись на которую вы всегда будете в курсе анонсов. Ну, а на Твиттере точно так же есть анонсы, если вам хочется смотреть их с мобильных устройств. Вот. А на сегодня все. Играйте хорошие игры. Все вам самого наилучшего. С вами был DICE. До новых встреч. Пока.